Добрый вечер! Это программа «Послесловие». Меня зовут Ольга Павлова. Сегодня, 27 августа, российские кинематографисты отмечают профессиональный праздник – День российского кино. В нашей студии директор старейшего кинотеатра Екатеринбурга кинотеатра «Салют» Сергей Федяков. Сергей, добрый вечер! Добрый вечер! Ваш вопрос нашему гостю отправляйте по телефону 222-0041 для абонента «Послесловие». Сергей, это праздник для кинематографистов или для прокатчиков тоже? Для зрителей. Ну, в таком случае можем поздравить друг друга. Да. Что касается российского кино, давайте, конечно, о нем поговорим. Мне кажется, силен стереотип, что российское кино менее популярно в кинотеатрах среди зрителей Екатеринбурга в том числе. Я согласен. Зритель голосует рублем. Сегодня показатель бокс-офиса общего, он в 2014 году получил 23%, а перед этим демонстрировал цифры 17%. То есть российское кино – это всего лишь 17 зрителей из 100, которые пришли и выбрали именно его. Почему такие цифры? Ну, у нас все не столько хорошо развивается, так же, как автомобилестроение, не знаю, новые технологии, поезда, все остальное. То есть это средний уровень, кажется, температуры по больнице, то есть и у нас в кино то же самое, как во всей стране. Если все-таки рассмотреть цепочку, кто-то там клеймит сценаристов, кто-то актеров, подготовку, проблемы, я не знаю, может быть, бизнеса здесь ключевую роль играет. По-вашему? Ну, в целом рынок, он сегодня выглядит таким образом, что мы имеем мало студий, которые производят именно мировой продукт, не сориентированный на внутренний рынок, а на мир, как и Голливуд работает. Имеем прокатную историю очень слабую, то есть у нас в России 3000 экранов, в Америке их 48 тысяч. Поэтому все это вместе говорит о том, что у нас не индустрия, а какой-то бизнес, там, там, средние руки. Поэтому, если мы будем осознавать, государство где-то будет осознавать, что это стратегически важное направление, то его можно развить и перешагнуть какие-то сегодня ненужные этапы, которые прошли в Европе, в Америке, сразу выйти в другие немножко технологии и быть первыми. А вы называете, по сути, развлекаловку стратегически важным направлением или о каком кино идет речь? Я говорю как раз не о развлекаловке, то есть в развлекательном виде можно подать как раз идеологические даже все задачи, которые сегодня должны выстроиться в государстве. Потому что через развлекательные формы блокбастеров, комедий, не знаю, драм, ружастиков, которые были сформированы в Голливуде, все равно в Америке считают, что мы империя зла. Потому что любой сюжет, который связан с Москвой, это все равно не криминогенная какая-то обстановка. То есть, когда была царская Россия, в Европе и Америке никто даже не знал, что по нашим улицам ходят медведи, а сегодня есть представление, что именно в России по улицам медведи ходят. Ну, что касается здесь разножанровости кино такого массового, попсового, да и картин каких-то интеллектуальных. Кинотеатр «Салют», на мой взгляд, делает очень много, у вас регулярно фестивали итальянского, французского кино, вот фестивали русского кино, я не припомню. Ну, он, соответственно, должен проходить где-то за рубежом, потому что фестивальные показы – это именно знакомство с новым кино этих стран. Вот эти страноведческие фестивали мы проводим, чтобы познакомить нашего зрителя с уровнем немецкого, итальянского, французского, британского кино. Для этого они и существуют. То есть это разовый показ. Пришли специалисты, любители кино и оценили, на каком уровне сегодня кино в какой-то стране. Есть ли подобные мероприятия за рубежом? Вообще, как дела с прокатом российских картин в других странах? Показывать их? Я думаю, что дела не очень хорошо, потому что бокс-офисы российских, даже хороших лент за рубежом, очень скромные. Бокс-офисы? Да, ну, то есть в словах сборы, кассовые сборы. Они очень скромные, этим надо заниматься. Это как раз некий бюджет рекламный, в том числе стратегический. То есть, может быть, где-то лучше потратить деньги не на авианосец, а пропагандировать какие-то наши российские ценности через кино. Вот Дягилевский балет, его все еще все знают. То есть сегодня на русский балет в Париже будут также аншлаги. Это реклама и пиар, которая была сделана Дягилевым в свое время. Сегодня необходимо делать правильную рекламу и пиар русского кино и продвигать его. О пропаганде вы заговорили. Сразу к цензуре хочется перейти, успеть. У нас инициативы звучат регулярно, в том числе касающиеся кинематографа. Ну вот в частности, процитирую члена комитета Совета Федерации по науке Бату Хасиков, есть такой. Так вот, сенатор считает, что картинам, в которых откровенно демонизируется примитивно и пошло оглупляется все, что связано с Россией, необходимо ограничить доступ на большие экраны. Одна инициатива. Вот как ее можете прокомментировать? Ну, во-первых, ограничительные любые меры, они не приводят к развитию конкуренции и вообще, конечно, запретить проще всего. Надо действовать по-другому. То есть, надо, чтобы зритель, который посмотрел это кино, он бы на этом, наоборот, научился и посмеялся бы над создателями этого фильма, которые пытаются Россию там демонизировать. Поэтому надо просто воспитывать зрителя своего на своих примерах и картинах и, наоборот, дать возможность показать вот это плохое кино с демонизацией России, чтобы человек разобрался и сравнил. Потому что надо воспитывать, наоборот, интеллигентную, умную, думающую публику, нежели запрещать и не развивать, в принципе, наше население. Я думаю, такое мнение у членов Федерации могло появиться в том числе, потому что картины, которые, ну, как мне кажется, поправьте меня, если я ошибаюсь, убирают деньги из числа российских фильмов в прокате. Это, ну, такой тоже попсовый массовый продукт. Ну, к сожалению, кино сегодня – это развлечение. Очень малая часть населения, которая, кстати, на самом деле, она в процентном состоянии самая большая, которая выбирает досугом, ну, то есть, если досуг, то сходить в кино, то есть, более 60% населения. И в этой связи кино воспринимают развлечением, не как искусство, не как какое-то вот, ну, для некоторых раньше, просмотрев какой-то фильм, он менял целую жизнь. Он менял ценности и так далее. Такие фильмы есть и сегодня, в том числе и российские. Да, ну, их мало. Но и сегодня, я говорю, ну, в основном вот исчезло вообще такой термин предварительно продажи билетов. То есть, раньше люди как-то ожидали какой-то фильм, они покупали заранее билеты, открывался даже занавес перед сеансом. Сегодня это, мне есть свободное время, я забегу в кино. Поэтому это развлечение, это и требование к развлечению, оно стандартное. То есть, мне надо какой-то сюжет. Многие, выходя из зала, даже уже не понят, что и посмотрели, по сути. Это чья проблема? Зрителя, Сергей? Он сам выбирает, конечно, мы ему даем эту возможность. Но вот если мы поставим рядом хорошее кино, он вдруг на него попадет. Я думаю, что вот как раз миссия салюта в этом и заключается. То есть, те привычки, которые уже сложились, использовать их. И иногда люди попадают на хорошее кино и делают для себя какие-то в жизни выводы и другие. Слушайте, ну, короткометражки ваши, вот эти многочисленные проекты, они собирают полные залы? Они собирают аншлаги, я вам скажу. Вот сегодня фестиваль короткометражек. Почему-то говорит, растет уровень зрителя? Да, ну вот это Екатеринбург, понимаете. Здесь очень высокий ценз интеллектуальный, культурный. Если этот же фестиваль мы проведем не в обиду другим городам. Там этих аншлагов нет, там нет этих сборов. Там эти фестивали даже не показывают, потому что говорят, а зачем? Зачем? Только в Екатеринбурге есть вот та аудитория. Ну, понятно, есть в Новосибирском, Санкт-Петербург. Там есть потребность, там есть люди, которые как раз ждут этого. Они ходят на такие мероприятия, они понимают в кино, они разбираются. Они видят это даже, то есть это в тренде, в моде. То есть молодежь разбирается в этом, что приятно. На что рекомендуете сходить в двух словах? В двух словах, ну вот сегодня сейчас начнется уникальная акция. Это «Оборона Севастополя» фильм Хаджонка, который Летов озвучил. Вот это первый блокбастер наш. И очень хорошие, начинаются три фильма. Планета Земля, моя планета. Это про танго, про 100-летних жителей планеты. В общем, и самый большой прыжок в Северене. Спасибо, Сергей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова